О том, как оценивают в Москве состояние российско-грузинских отношений, не только нам рассказал глава Россотрудничества Константин Косачев. Ранее он возглавлял Комитет по международным делам Государственной Думы Российской Федерации. Итак, нужно ли менять России свой имидж за рубежом о трудностях дипломатии, о мягкой силе и евразийском сближении? Эксклюзивное интервью нашей программе. Самый болезненный вопрос для многих, это, конечно же, российско-грузинские отношения. Ваша позиция по этому вопросу и, как вам кажется, когда могут нормализоваться эти отношения? Первое, конечно, это колоссальная трагедия для всех. Это ситуация, в которой не выиграл никто, просто никто. Может быть, на данном узком отрезке времени себя считает победителем господин Саакашвили с политической точки зрения. Вот он такая вот жертва, еще раз повторю, в собственных глазах. Вот он борется с тяжелыми внешними условиями. Но это иллюзия колоссальная. Второе, конечно же, интересам и Грузии, и России отвечает нормализация наших отношений. Понятно, что в центре нашего конфликта оказались народы, живущие в Абхазии и Южной Осетии. И конфликты и Юго-Осетинский, и Абхазский подлежат хоть какому-то разрешению, если и когда не только российская, но и грузинская сторона начнет относиться к людям, живущим в Абхазии и в Южной Осетии, как к сторонам в этом конфликте. Вот сейчас так ведет себя только Россия. Грузия поверх голов этих людей пытается обо всем договариваться с Россией. И это вот та радикальная ошибка, которую совершает нынешнее грузинское руководство. Оно провозгласило лозунг реинтеграции Грузии, восстановления территориальной целостности Грузии. А ведь эта территориальная целостность была Грузии утрачена не в 2008 году, не в результате признания России и рядом других государств независимости Абхазии и Южной Осетии. Она была утрачена еще когда Гамсахурдия провозглашал лозунг Грузии для грузин, когда пытались Южную Осетию объявить Схенвальским районом и проигнорировать те проблемы, которые накопились в Абхазии за все предыдущие советские десятилетия. И вот когда и если грузинское руководство осознает, что ключ к решению проблемы Абхазии, проблемы Южной Осетии, не в Москве, а в Сухуме и в Схенвале, может быть что-то начнет меняться в лучшую сторону. Есть мнение, что многие близкие очень союзники России, даже по таможенной тройке, это Казахстан и Беларусь, на самом деле не всегда так очень охотно идут на сближение и опасаются, что Москва все-таки где-то там лелеет мысли о воссоздании Советского Союза. Вот на ваш взгляд, так ли это? Конечно, не так. Никто в России, я просто не знаю серьезных политиков, которые были лелею эту мысль о возрождении Советского Союза. Конечно же, мы заинтересованы максимально высокой степенью интеграции с нашими ближайшими соседями, в первую очередь с государствами, которые образовались на останках Советского Союза, но на принципиально других началах. Никогда все прописывается, регулируется и выстраивается из единого центра, из Москвы. В свое время Европейский Союз возник на базе подписания, так случайно получилось, Римского договора. Но ведь никому не приходит в голову обвинять инициаторов этого Союза, среди которых была Италия, в попытке возродить Римскую империю. Вы неоднократно говорили о том, что Россотрудничество должно использовать так называемую мягкую силу. Что это значит? Когда мы не заставляем, не принуждаем к партнерству, либо союзничеству наших соседей, или более отдаленные государства, только потому, что они в результате получат газ подешевле, или какую-то дополнительную военную защиту, или доступ к каким-то природным ресурсам или географическим пространствам, надо просто снимать мифы, которые существуют вокруг России, в том числе миф о том, что Россия – это второе уменьшенное издание Советского Союза, и не более того. И возрождать у наших соседей доверие к России как стране демократической, как стране, которая исповедует принципы равенства в межгосударственных отношениях, как стране прогрессивной, где есть собственные рецепты движения вперед, может быть, отличные от тех рецептов, которые приняты в других странах, но от этого совершенно точно не худшие. Вот классический пример – это отношение к мультикультурности, к многонациональности. Мы даже в советские времена, не самые лучшие, сумели сохранить нашу поликультурность, нашу полиэтничность, и для многих малых этносов, для многих малых народов, наоборот, создали условия для их выживания и дальнейшего развития. Это фантастический опыт. Такого нет нигде в мире, и мы им должны гордиться. Ну, вот скажите, как вы оцениваете на данном этапе наши отношения со странами Содружества? Скажите, где, на ваш взгляд, есть реальные проблемы, и как их можно преодолеть? Вот я считаю, что проблемы в отношениях с нашими соседями возникают там, где недостаточно внимания уделяется гуманитарному взаимодействию, где мы скатываемся на вопросы чисто экономические, где мы начинаем разговаривать с Украиной, с Белоруссией, с Казахстаном, с любой другой страной, точно так же, как мы разговариваем, ну, я не знаю, с Польшей, с Австрией или с Соединенными Штатами Америки, забывая о том, что у нас общая история, что у нас общая культура, что у нас во многом общий язык, как русский язык, и самое главное, что у нас на этой основе сохраняются общие интересы. Содружество независимых государств, оно ведь возникло из совершенно правильного понимания того, что если мы просто разбежимся в разные стороны, каждый из нас поодиночке. Вот как вот в той детской сказке про Вене, где хворостинки ломали поодиночке, нас всех поломают. И тогда, там не будем комментировать мудрость тех, кто разваливал Советский Союз, но у тех, кто создавал Содружество независимых государств, хватило мудрости его создать.